все отлично всем здравствуйте нас уже один это наверное аня ты мы начинаем уведомлять ваших подписчиков начале прямого эфира так сегодня у нас четверг два часа дня как обычно по четвергам мы проводим прямой эфир и делаем простые дизайны понятные всем так это наша тема будет опять же осень так вот наш друг марина присоединилась к нам это так приятно мариночка привет так ну вот уже нас четверо имеется ввиду три человека да и я так но мы еще буквально сейчас минуточку 2 и будем делать простые дизайны значит сначала в начале конечно же мастер-класса мы обсудим то есть чего мы будем делать то есть чего мы будем делать на прошлом приветик да приветик а какая прелесть какая тут интересная игрушка вот так ну я значит кто у нас регулярно смотрит допустим какие-то мастер-классы на нашей страничке в четверг именно в два часа знает что мы делаем дизайны из простых вот таких вот вспомогательных декораций которые выпускает компания эми и в прошлый раз на прошлой неделе у нас была с вами тема значит декорации осенние вот мы делали в прошлый раз вот такие варианты дизайна и брали с вами в работу набор из двух гель-лаков из двух гель-лаков который назывался симбиоз так называемая капсула номер два так многие знакомы с такими материалами да у нас выходи выходят часто гель-лаки наборами по 6 по 8 штук а вот были такие наборчики которые по две штучки и сейчас они продаются со скидкой и можно как раз таки вспомнить об этих таких вот наборчиках и так прошлый раз мы посвятили видите вот эти вот такой красивый бирюзовый нежный цвет и вырви глаз оранжевый да это вот гель-лаки которые находятся в наборчике капсула номер два под названием симбиоз а сегодня мы проведем с вами мастер-класс значит опять же с декорациями но в основу возьмем несколько другого плана цвета гель-лаков так это у нас прошла с прошлого раза с прямого эфира а в этот раз возьмем вот такие видите красивый такой серый нейтральный цвет и такой ну вроде бы яркий в то же время очень нежный розовый оттенок это гель-лаки которые входят в набор инициация видите это был самый самый первый наборчик из двух цветов капсула номер один капсула номер один и сюда входят как раз таки два цвета видите вот на коробочке нарисованы серый розовый те кто значит работают с материалами ими знают видели выпуск вот этих вот наборчиков по 2 штуки по 2 штуки господи простите пожалуйста заговариваюсь и нервишки в прямом эфире вот и мы сейчас как бы сделаем именно дизайн и видите вот цветами которые находятся именно в этом наборе значит вот такой красивый серый нейтральный и красивый такой розовый нейтральный так есть ориентироваться на номера то это получается номер триста двадцать четвертый и триста двадцать третий серый и розовый капсула номер один сейчас продается в магазинах которых реализуется продукция эми со скидкой причем скидка очень приличная и так возьмем два цвета но на самом деле как бы я просто даже у кого может быть есть и стоят они где-то в сторонке эти цвета вы можете сейчас как раз и взять в работу потому что это такие нейтральные цвета да серенький вообще такой нейтральный не лето розовый конечно лето а серенький уже такой знаете как бы уже не лето но еще не осень и как раз таки очень интересные варианты как бы могут с ними получиться взяв их за основу взяв их за основу так значит что мы еще возьмем для выполнения вот таких вот дизайнов ну конечно же мы посвятим как бы наше время выпуску новых декораций новых декораций которые вот вышли буквально недавно значит смотрите это nail dress nail dress номер 96 тату мотивы мы в прошлый раз посвящали наш мастер-класс этим декорациям которые только-только вышли так это один nail dress второй nail dress это у нас будут шрифты шрифты видно вот такой вариант теперь дальше вариант вот такого характера золотой орнамент видите красиво очень красиво значит золотистые такие переплетения всевозможные так это вот 3 nail dress а теперь вот такого характера nail dress и живая природа папоротник всякие жуки там бабочки и так далее вот такая тема с грибами мы прошли раз тоже как бы разбирали вот эту тему как бы очень смешную грибы 95 nail dress вот и сразу хочется сказать о том что вышел вот такой вот дайджест готовыми дизайнами тоже те кто допустим ну интересуются продукции новой выпуском новых всяких декораций от эми знают что каждый раз выходят вот такие вот дайджест с готовыми решениями nail dress 99 вау божественно я надеюсь что насмотрят девчата которые занимаются этими вопросами пластину и задать по мотивам nail dress 99 а я вас услышала и даже себе пометила что потом в девчатам сказать и так дайджест видите как бы с готовыми дизайнами здесь как раз таки рассматривается варианты дизайна так чуть-чуть тут неудобно но ничего пристроимся видите вот как бы идет реклама конечно как бы слайд слайдера да вот такой с грибочками и прошлый раз я тоже показывала потому что каково было мое удивление но например как бы свод с моей точки зрения кстати я как обычно нервничая перед прямыми фирмами опять забыла рассказать что с вами сейчас в ближайший часик будет наташа как люгина я инструктор работы в городе ростове-на-дону преподаю дизайны и как бы вот раз в недельку провожу мастер-классы с быстрыми дизайнами с материалами которые уже давно вышли из материалами которые выходят вот сейчас новыми и как бы вот по четвергам два часа дня мы встречаемся вот на таких прямых эфирах и вот смотрите например вот тут вот на рисунке видите кусочек рубашки видите рубашка и вся в грибочках или например вот смотрите вот такие вот очень интересные осенние варианты видите джинсовая курточка грибок сзади вот такой джемперочек и тут тоже грибочки вот такая рубашечкой тоже с грибочками видите оказывается это будет актуально этой осенью поэтому не удивляйтесь что вы видите например вот такой вот nail dress вот с такими грибами и мы с вами сделаем с ними дизайн и конечно смотрите как интересно смотрится очень все просто да и именно серенький фон видите грибочек или серенький фон и вот такие вот поганочки опяточки все сдержано все аккуратненько можно в сочетании с козявками с какими-то летающими так значит теперь мы рассмотрели с вами nail dress и да и шармикончики шармикончики это не знаю моя любовь моя слабость четыре шармикон чека новых вышло это вот звездная пыль 217 звездочки звездочки прикольно на любой фон на любой цвет как разделительные полосочки как дополняшки к любым вариантов дизайна вот такой очень интересный вариант тут карты кошки и какие-то барышни с рогами так хаоста называется теперь здесь тоже звезды ну немножко другого характера звездочки пятнышки это в лучших традициях екатерина николаевна когда всякие пятнышки там и так далее спасибо за спасибо за приятного пожалуйста даже вот неудобно не нервничаю и заранее прошу прощения если заговариваться буду звездопад вот так и кончик и очень прикольный вот такой вот уютная осень по моему называется да уютная осень номер 219 видите такие наклеечки такие тепленькие золотистый цвет с веточками так далее с надписью осень да все просто да вроде как покрыл каким-нибудь серым цветом приклеил наклейку с названием слова с буквами и словом осень и вроде как осенний вариант дизайна готов так все декорации мы посмотрели определили да цвета у нас будут из капсулы номер 1 инициатива инициатива да капсула номер один и цвета да не умничайте покажите пальцем называется просто возьму нейтральный серый нейтральный розовый и так делаем несколько вариантов дизайна сколько успеем столько и нам и хорошо ну во первых как бы самый простой вариант можно допустим сочетать эти цвета с белым цветом потому что у любого мастера конечно же белый цвет я думаю что всегда есть под руками правильно то есть можно взять черный посочетать серым цветом а можно белый да тогда будет более аккуратно естественно будет такой будет дизайн более спокойный более аккуратный ну и например типса это у нас всегда подготовленная поверхность типса это как будто вы сделали укрепление базы просушили и наносите цветное покрытие ну давайте вот посочетаем наш нейтральный серый цвет из капсулы номер 323 если например дизайн понравился но нету под руками серого цвета но не знаю мне кажется самый простой вариант девчат конечно же в к в белый гель-лак добавить капельку черного гель-лака то есть в любом случае в светлый добавляем капельку темного цвета да и получаем 50 оттенков серого хотите там от светлого до темного да все будет зависеть от того количества черного цвета да какой вы добавите в белый цвет поэтому можно в принципе если не имея даже серенького гель-лака можно запросто его получить путем смешивания двух основных цветов так ну видит бог девчат вроде бы руки из того места растут просто не очень удобно под камерой все под руками и смотрю на типсу через камеру поэтому как бы не очень удобно половиночку ноготочка покрыла цветом просушила так теперь просушиваем это все делает 30 секунд естественно но я буду чуть быстрее просушивать так и добавляем белый цвет а потом будем засушивать все вместе любом случае на клиентах все покрытие всегда делаются в два слоя в два слоя поэтому первый слой просушиваете потом просушивать и второй слой но сейчас вот как бы обычно знаете бывает что спрашивает а можно например было покрыть полностью серым цветом а потом добавить до какой-то там до какого-то уровне белый цвет конечно можно просто с каждым слоем толщина пластина ногтевой утолщается поэтому я вот предпочитаю половиночку один цвет половиночку цвет второй и тогда уже как бы не будет не так толсто и хорошо бы конечно если по на еще было почти ровно но не сейчас была бы такая возможно была бы но не сейчас потому что вот пытаюсь даже сбоку смотреть ничего страшного я знаю точно что посрединке где два цвета сочетаются друг с другом вернее вот контактируют до граничит друг с другом мы конечно же туда девчат приклеим какой-нибудь шармикончик благо что у нас ну в компании эми да и у нас как бы в арсенале конечно же есть всевозможные варианты полосочек всяких разных а вот мне вот очень нравится допустим делить когда вот такие вот очень спокойные варианты дизайна два цвета на для покрытия например вот такой смотрите вариант тоже я считаю что у поклонников компании эми есть такие вот с полосочки есть такие беленькие черненькие золотые и серебряные но так как цвет белый серым села конечно же серебряные до полосочки возьмем и конечно не отъемли мой час во всех дизайнах вот в этих скоростных быстрых чтобы сделать дизайн более современным более интересным конечно же классно добавлять какие-нибудь шармикончики с надписями вот они очень сильно современенную дизайн вот тут судорожная искала в стороне смотрите вот такие например очень люблю фразы 179 и хаос 220 вот это то что надо и они перепутывали эти самые конечно же я перепутала кору эти самые упаковочки пока складывалась хаос это у нас к новым дизайнам относятся а вот с фразами выражениями 167 я себя поправлю но перепутала именно упаковочки вот эти вот варианты два моих самых любимых потому что найти такие они коротенькие словечки и очень маленькие аккуратненькие просто как добавочка чтобы не сильно на них акцентировать внимание так ну пока убираю все в сторону хаос у меня уже в голове потому что так нервничать что это я не знаю какой-то ужас так все просохла у нас девчат очень прикольно еще к этому дизайну можно добавить например крапушки до из гель-лака номер триста семнадцать никогда не испортит картинку добавить только наоборот современности какой-то например чуть-чуть чуть-чуть начинаешь когда такого плана гель-лаке наносить будь то толпы с какими-то крапушками вкраплениями да либо с гель-лаки кажется раз мазнул многое потом разнул мало и как бы и не знаешь можно было бы еще ну каждый раз думаешь много мало ну вот так вот совсем чуть чуть просушиваем после этого перекрываем топом без липкого слоя в нашем случае то без липкого слоя это тэклос тэклос топ без липкого слоя и мы всегда рекомендуем шармиконы именно прикреплять на идеально гладкую ровную поверхность на дисперсию мы не наклеиваем и видела как мастера просто вытирают дисперсионный слой приклеивать потом закрывают топом говорят что все стоит замечательно ради бога если стоит мы только будем рады если стоит вот а вообще как бы чисто технологически правильно было бы все-таки покрыть цветное покрытие топом без липкого слоя приклеить шармикон чик и дальше в работу продолжить покрывать ну смотря допустим если слайдер буду добавлять то слайдер топ добавлю в работу если ничего не буду просто перекрою топом а пока покрыла тэклоса мы просушиваю пока перекрыла сделаю еще один вариант на сером фоне вот например мы с вами еще один быстрый вариант сделаем просто как в арсенал себе возьмете в работу например полностью серый фон просушили так приклеиваем разделительную полосочку возьмем в работу именно вот такие вот полосочки значит можно взять знаете какую-нибудь не очень широкую и не очень узкую до такой какой-нибудь средненькую конечно же берем пинцет в руки да все как положено взяли пинцетик все приклеили убираем лишнее можно обратно вернуть на носитель потому что эти вот обратно такие взяли и приклеили потому что даже этот кусочек можно воспользоваться еще раз смотрите внимательно тоненькими ножничками аккуратно да там чуть выросший в роста убрали все лишнее так теперь мы сюда добавляем какой-нибудь какую-нибудь какую-нибудь в наклеечку да какой-нибудь вариант наклеечки с какими нибудь незамысловатыми словами а давайте вот отсюда возьмем вообще может быть у вас есть какие-то наклейки знаете там типа там осень там может быть название осенних месяцев да там сентябрь октябрь ноябрь может быть просто там какая-нибудь там ботаника или там и так далее или название грибов название грибов знаете как то на ногтях тоже наверное будет глупо смотреться если например у клиентки на ногте будет написано бледная поганка или например там я не знаю мухомор так а вот мы приклеили эйфория видите так и нейтрально и в то же время интересно да так и теперь выбираем какой-нибудь интересный представитель какой-нибудь представитель вот такого вот нейлдрейсика а нет я хочу грибочки же мы хотели грибочки грибочки возьмем грибочки так и и вырежем ну вот такой мне нравится вариант там где вот два например вот этих таких вот не сильно бросающихся в глаза но и в то же время будет смотреться выигрышно так естественно нам нужна влажная салфетка мокренькая просто налила водичку видите просто салфетку положила мокрая с водой так и теперь девчат закрываем все это дело слайдер топом так как мы работаем сейчас со слайдерами ну например если у вас нету слайдер топа да вы можете просто заменить базой ничего страшного то есть наносите тоненький слой а я возьму слайдер топ топ это с лепким слоем так и при вот здесь вот я буду прикреплять можно в принципе только туда куда я буду прикреплять слайдер но вы знаете как бы вот чтобы толщина ногтевой пластины по всей поверхности была одинаковая можно перекрыть как раз таки шарми кончики закрепить на поверхности и тоненьким тоненьким слоем протянуть слайдер топ через весь ноготочек значит и точно так же и базы если у вас слайдер топа например нету и вы слайдер прикрепляете на липкий слой просушенной базы точно так же тонко 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 очень тонко особенно на белом фоне следите чтобы база не ложилась толстым слоем потому что на белом фоне как правило виден настоящий цвет базы а они как правило с легкой такой желтизной будет ощущение что белый фон у вас пожелтел вот значит просушиваем тэклос в этом варианте девчат мы с вами добавим белый цвет сверху я возьму белый гель лак вот капельку белого гель лака кисточкой для градиента могу взять вот таким вот образом беленький и так вот ненавязчиво аккуратненько добавить белый цвет посрединке ноготочка если даже немножечко промахнетесь как вот не буду показывать пальцем сейчас кто промахнулся растянула сюда растянула вот сюда вот сюда просушила просушила допустим 10 ну нет ну 10-15 секунд потом конечно будем досушивать так теперь здесь прикрепляем слайдер да который у нас с вами естественно на влажной салфеточке находился и прикрепляю на поверхность вот так вот видите все сдержано серенький беленький серебряная полоса в виде шармикончика надпись грибочки знаете можно еще для интереса добавить какую-нибудь живность сюда это можно взять как раз таки слайдер там с живой природы вырезать какую-нибудь букашку небольшого размера какую-нибудь можно ну только желательно конечно же маленькую чтобы она сильно не бросалась в глаза вот смотрите есть такая вот зеленая козявка небольшая она просто знаете так вот просто чуть-чуть украсит нашу общую картинку понятно что девчат на всех пальцах этого делать не стоит абсолютно нет и кто бы сейчас что не сказал не написал в плане там полно всего я наоборот считаю что даже немножечко сдержанно получилось видите такой нейтральный серенький цвет с беленьким да такой неброский такой осенний элемент дизайна возьму козявочку можно знаете я видела как некоторые мастера с помощью штампика для для стемпинга мне тут тоже маленький такой есть можно взять козявку видите на штамп раздавила козявку штампом так и теперь вот сюда аккуратненько как будто лезет грибочку оп для интереса просто для того чтобы было интересней смотреть на картинку так и после этого девчат что нам нужно остается только сделать каким-то образом все это дело закрепить но закрепить естественно нужно топом значит вы должны понимать четко что любые слайдеры любые слайдеры не важно какой фирмы значит они не имеют остаточной липкости для того чтобы хорошо было хорошее было сцепление с топом нужно конечно же их обработать либо праймером либо ультрабондом толщины праймер или ультрабонд никакой конечно же не имеет просто аккуратненько добавляем высыхает на воздухе в течение 1-2 минуточек и после этого закрываем можете закрыть любым топом в котором вы работаете я допустим воспользуюсь ультрашайном можно было перекрыть текласом можно ультрашайном можно матовым топом можно любым топом которым вы работаете то есть получается у нас с вами как бы тут система двух топов в любом случае теклас плюс слайдер слайдер топ или слайдер топ плюс ультрашайн это обеспечит очень хорошее состояние конечно потому что они очень хорошо полимеризуется и прикрепляется у них хорошая адгезия между друг другом и они хорошо прикрепляются как бы слой к слою все просушиваем в течение 1 а лучше 2 минут так это наш первый вариант экспресс так теперь можно сюда немножко добавить поиграться чтобы более интересный был фон я возьму кисточку 5 дробь 0 линеарную у меня белая синтетика взяла немножечко белого гель-лака и допустим знаете мне кажется что вот чуть-чуть хочется вот добавить беленького там сюда или какие-то там добавить переплетения интересные там допустим линия с линией даже можно было пятнышко посредине сделать чуть поменьше но ничего страшного сейчас мы вот так вот аккуратненько перекинем несколько добавочных перекладинок вытягиваем в одну сторону вытягиваем в другую но я думаю в принципе хватит опять же видите серый фон и белое вот такое вот пятнышко посерединке которое будет нам освежать наш любой дизайн просушиваем и возьмем в работу очень мне нравится опять же как правило знаете вот всегда обычно есть какая-то поставлена задача там например сделать дизайн и в работу взять капсулу номер один да допустим вот а когда ты начинаешь добавлять какие-то декорации ты уже начинаешь выполнять декорации добавлять декорации которые тебе нравятся больше тебе по душе поэтому вот я на всякие надписи добавляю еще мне вот нравится вот такой вот прием вариант рамочек они тоже есть и белые и черные и серебряные и золотые но в данном случае квадраты черные номер 160 а вообще как бы в четырех цветах они как правило обычно есть и если например я хочу добавить шармикон вот такой хочу добавить шармикон опять же вот например из новых декораций сейчас потеряла на столе у себя где там девушка с рогами ага вот она здесь тоже на этом шармикончике есть как раз таки осенняя тема грибочков как бы это не показалось странным смотрите видите тоже вот всякие мухоморы грибы и так далее то есть можно например совместить на нашем сером фоне например рамочку просто грибы а все это шармиконы поэтому фон который мы приготовили нам нужно обязательно перекрыть топом без остаточной липкости и в нашем случае это теклас закрывала-закрывала крышку не докрутилась теклас да покрываем текласом сушим 30 секунд прикрепляем все наши декорации покрываем просушиваем наши мастер-классы девчата они конечно больше направлены на подачу вам всяких разных идей и конечно где-то я тоже вот то есть иной раз думаешь господи уже ничего придумать невозможно вот а на самом деле как бы смотришь у кого-то что-то я тоже листаю часто как бы и работу инструкторов девочек которые работают по стране и вот например я парочку вариантов посмотрела у прекраснейшего мастера инструктора вообще мастера своего дела у Оксаны Панковой из города Нальчик вот там чудеснейшая школа у Оксанки огромный привет если вдруг она увидит мастер-класс вот и какие-то идеи все время знаете как бы думаешь уже невозможно ничего придумать а потом смотришь люди придумывают и так тихонечко-тихонечко взял и слямзил у них поэтому я вам просто предлагаю сделать скриншот и если вы воспользуетесь этими декорациями которые недавно у нас вышли я думаю что вы тоже подчеркнете для себя какие-то варианты которые можно будет сделать на одном пальчике одной руке у клиентки остальные пальцы покрыть любым цветом который вы употребите для фона так ну мне нужно было как бы поговорить пока текласс высыхал поэтому сейчас прикрепляю например рамочку рамочку даже знаете можно взять вот так вот я например вот сюда вот отсюда будет грибочек торчать я так вот уголочек возьму сейчас вот так отрежу аккуратненько сейчас вы поймете для чего уголочек там оттуда потом просто грибочек будет торчать так сильно высоко не буду потому что туда хочу еще прикрепить кое-что так вот аккуратненько по почти по центру да получилось идеально приклеивается на идеально гладкую ровную поверхность не на липкий слой а именно на то без липкости так теперь можно взять еще какой-нибудь шармикончик например на тему уютная осень ну вы понимаете да потому что мне нужно же все подряд показать успеть уделить внимание всем шармикончикам не только одному виду какому-то поэтому пытаемся конечно же пристроить любые варианты вот можно например вот сюда вот так видите вот например осень и веточка да так либо вот так вот вот сюда приклеить так мы наверное вот так и сделаем только что-то посложнее немножечко так возьмем вот этот шармикончик я даже возьму пинцет немножко так покрасуюсь вот надпись у меня получается как бы попадает непосредственно в квадратик то есть я приклеиваю грубо говоря наклейку на наклейку просто у компании эми не то что как бы я пытаюсь расхвалить конечно ну конечно не без этого да я тут живу работаю конечно же круче эми ничего нет но в любом случае знаете просто когда на качество смотришь каких-то материалов это должно быть конечно очень тонко это конечно должно быть настолько тонко что даже приклеивая одну наклеечку на другую чтобы не было лишней толщины так ну и красота будет уже конечно же в поганках как бы не показалось это странным красота будет в поганках у нас вот сюда вот я тут маленький уголочек срезала и вот сюда пристроить грибочки правильно же правильно только можно как бы в левую сторону можно в правую как вы думаете как сделать наверное вот эти сейчас возьмем ну-ка они уже просто наклонены в эту сторону вот я могу подстроить ну да давайте вот эту возьмем ага должна опять пинцет в руки взять мне почему-то знаете как бы я все время когда готовлюсь к прямому эфиру я обязательно положу пинцет рядом а потом никогда его в руки не беру мне даже кто-то написал что типа некрасиво так делать вот поэтому буду стараться делать красиво хотя знаете на самом деле он мне тупо просто мешает так вот так видите наклейка на наклейку так можно например было добавить допустим какие-нибудь там серебряные отпечатки где-нибудь можно быть может быть какие-то блестки но вот мне кажется как-то вот тут вот с этой стороны пустовато но ведь у меня же тут вот рояль в кустах да вот эти вот крапушки такие вот осенние на осеннюю тему мне кажется вот то что доктор прописал самое главное так их правильно распределить вот чуть-чуть если вдруг чего-то не хватает потому что любая блестяшка любой шармикончик допустим там серебряный либо золотой он конечно скажите что он как украшение да грубо говоря как украшение работает просушиваем так этот вариант прикрепляем вот сюда к нашим сереньким вариантом розовеньким мы сейчас чуть-чуть пониже спустим так это мы дополняем наши все картинки собираем планшетку так здесь мы все просушили закрываем топом ну здесь у нас вот это вот блестяшка я не вижу смысла закрывать например матовым топом да потому что она не будет так блестеть вот ну а вообще как бы на любителях хочется например матовым топом закрыть почему нет ну а я закрываю ультрашайном это у нас глянцевый топ без липкого слоя видите в этом варианте мы использовали только шармиконы можно создать такой дизайн конструктор опять же я это самое говорила что сейчас вот подслушала подсмотрела какие-то элементы дизайна Оксаны Панковой вот город Нальчик кому интересно школа Эми Оксана руководит школой очень такой знаете как бы очень-очень-очень с большим опытом человечище в нашей сфере деятельности так и значит добавим с вами еще вариант в котором будет участвовать и например и серый цвет да из капсул и розовый цвет а то я только взяла только за серенький да значит предлагаю сделать самый такой где могут участвовать сразу два цвета сразу два цвета могут участвовать например в градиенте и предлагаю например сделать градиент я уже неоднократно в своих мастер-классах показывала как я делаю градиент и как его сделать проще сейчас девчата у нас готов еще один вариант с грибочками так вот мы его сейчас сюда на экран это у нас будут ну давайте вот так вот чтобы тут вот с крабушками тут без крабушек так серенькие грибочки осенняя тема да ну и розовенькие добавляем так спасибо очень красиво да красота если вдруг какие-то есть вопросы сейчас спрашивайте я по возможности конечно постараюсь ответить если я там компетентно буду в каком-то вопросе если вдруг буду некомпетентно сразу скажу там девчата некомпетентно вы напишите там просто в комментариях свой вопрос и девчата конечно же которые занимаются как бы всей этой страничкой и так далее они конечно же найдут способ вам ответить так ну а пока на просушенную базу наносим верхний цвет я стараюсь всегда верхний цвет нанести примерно на одну третью часть ногтевой пластины а например второй цвет должен занять ну по крайней мере у меня занимает примерно две третьих ногтевой пластины понятно что миллиметры никто не вымеряет мне кажется так проще и никогда не наношу гирлак очень толстым слоем для того чтобы кисточкой для градиента смешать два цвета на поверхности значит во первых нужно конечно же кисточку смочить в базу чтобы кисточка стала помягче чтобы она была чистенькая чтобы легко смешивались гирлаки между собой видите беру капельку базы и смешиваю и смешиваю вернее не смешиваю а пытаюсь например очистить кисточку вытираю салфеточкой видите вот аккуратненько чистая чистая кисточка какой номер подскажите пожалуйста гирлак с крапушками так ага кисточку я промыла еще раз возвращаю на экран гирлак с крапушками с этими шикарный такой знаете он нейтральный цвет 317 и великий гуру давайте совет где находить клиентов и где эффективнее сейчас секунду значит гирлак 317 их вообще выходило три цвета они в наборчик входили вот 317 такой нейтральный знаете он получается никакого цвета толком не имеет только крапушки и на любом цвете можно носить и на красный и на черный только не видно не очень на красный и на белый и на любой 317 я использую мне очень нравится он в наборе продается ну продавался в наборе но это нужно вот единственное сейчас каталога нет мне думаю что если зайти допустим в онлайн да продажи допустим магазин наберите там магазин эми можно будет просто посмотреть чтобы ну боюсь ошибиться дайте совет где находить клиентов где эффективнее ну самое эффективное марика спрашивать где находить клиентов я считаю что самый эффективный способ это конечно же сарафанное радио дальше по скажем так по моей шкале да где найти клиентов это конечно был инстаграм сейчас немножечко с инстаграмом не то и тем не менее люди продолжают вести свои странички и все равно рано или поздно каким-то образом весь этот вопрос разрешится я считаю что там верный способ подключать уже к своей страничке те кто к вам приходят и потихонечку люди начнут передавать эту страничку все будет все будет находиться все найдется все будет хорошо а так вообще конечно подружки соседи мамы сестры и так далее итак девчат я смешала два цвета между собой каким образом опуская верхний цвет вниз да то есть получается как бы средний цвет появился да смешанный цвет а теперь чистой кисточкой переношу кисточку под кутикулу и вот такие аккуратненькие движения как будто бы натягиваю верхний цвет на нижний туда обратно чуть ниже как бы натягиваю натягиваю в замедленном состоянии как бы натягивая вернулась обратно и чуть ниже я надеюсь видно не видно попытаюсь так резко навести опять туда обратно чуть ниже туда обратно чуть ниже прохожу до самого конца и вытираю кисточку Вытираем кисточку и проходимся еще раз Любые покрытия, девчат, делаются всегда в два слоя Поэтому и градиент не исключение Туда-обратно чуть ниже, туда-обратно чуть ниже Видите, как будто бы натягиваю верхний цвет на нижний цвет Прохожусь от начала до конца, ну, два раза как минимум И самое главное, добиться плавного перехода от одного цвета в другой цвет Просушиваем 30 секунд и повторяем все то же самое еще раз Еще раз Просушили 30 секунд и наносим точно так же Старайтесь наносить гель-лак очень тонким слоем Не надо жирно, не надо много, не надо делать болото Очень тоненько и аккуратненько Если нанести очень жирно и толсто, можно проляпаться и до утра Знаете, они не смешаются Итак, еще разочек, да, девчат На просушенный первый слой наносим второй слой Все то же самое, получается Кисточку прижимаю и распределяю равномерненько тоненьким слоем Верхний цвет Так, и нижний цвет Еще раз повторюсь, почему я сегодня взяла вот таких вот два цвета, да Ну, во-первых, вам рассказать о том, что эти цвета продаются с хорошей скидкой, да И дизайны, которые мы делаем с помощью декораций, которые вышли вот буквально недавно Соединяем цвета, которые уже были давно в продаже Я думаю, что у всех найдутся такие цвета Ну, такого цвета я имею в виду, такого цвета, да Не обязательно такие же номера Вот, и совмещаем просто с вами с новыми декорациями И каждый раз хочется сказать, что иногда даже, знаете, совмещаются несовместимые вещи абсолютно Так, два цвета нанесли От серединки, видите, вот этого серого, видите, вот эта верхняя часть От серединочки аккуратненько опускаем серенький цвет на розовый Сходили в одну сторону, вернулись в обратную сторону Видите, получается, ноготочек у вас разделился на три части Верхний цвет, смешанный цвет и нижний цвет Кисточку вытираете Вытираете И делаете все то же самое еще разочек Сверху вниз, и так, от кутикулы Аккуратненько, туда-обратно, чуть ниже Туда-обратно, чуть ниже Туда-обратно, чуть ниже Знаете, так вот со стороны, если бы не видеть видео Просто слушать, что я говорю Звучит как-то, ну, совершенно по-глупому, да А когда соединяешь, как бы, слова с картинкой Уже, как бы, вроде бы имеет значение Вот Я вам сегодня это Кто просмотрит от начала до конца мастер-класс Буду ночи сниться Со словами Сходили туда-обратно, чуть ниже Туда-обратно, чуть ниже Туда-обратно, чуть ниже И получается у нас вот такой вот плавненький градиент Из цвета в цвет Все, просушиваем Если вам кажется, что Недостаточно, например, плотно цвет Лег, недостаточно яркий цвет На самом деле, как бы, к вопросу Часто девчонки спрашивают Можно три слоя нанести? Да можно, конечно Ну, понятно, что Если просто нанести жирно три слоя Конечно, это ни к чему А если, вот, допустим Мы первый слой истончили Второй слой истончили Правильно же? И такой же третий тонкий слой Совершенно не сделает ногтевую пластину Очень толстый, жирный и так далее Конечно, три тоненьких слоя В принципе, это как обычное покрытие будет получаться Так, опять же, возвращаюсь Ничего страшного Если мы с вами где-то чуть-чуть будем добавлять Вот этой красоты Оно, знаете, как пикантность? Это все равно, что вот чуть-чуть перчика добавить Там, допустим, в суп тоже Или чуть-чуть перчика добавить в борщ Поэтому, как бы, думаю, хуже не будет Самое главное, вот, видите, они бывают Вот эти там крапушки Более меленькие, вот мне больше нравятся Сильно большие Можно убрать Пока вы не поставили в лампу Правильно их можно подвинуть, сдвинуть Добавить или убрать Так, просушиваем Просушиваем 30 секунд Дальше возьмем в работу, например, шармиконы В виде полосочек, например, черного цвета Опять же, воспользуемся надписью Из новых шармиконов Уютная осень Что-нибудь осеннее Я делала дизайн от вас с гранатами Кленту очень понравилось Спасибо за идею Пожалуйста, большое Марика спрашивает А цвет ложится все равно штрихами Если штрихи, значит, вы сильно нажимаете на кисточку Старайтесь притрагиваться еле-еле Старайтесь, как бы, кисточкой не прикасаться к самому ноготочку Представьте, что вы просто притрагиваетесь кисточкой к мокрому покрытию Просто к мокрому покрытию Как будто вы не трогаете, не царапаете ноготочек Значит, просушили Дальше пойдет у нас вход, опять же, шармикончики Да, собираем такой Кангдизайн-конструктор Это, опять же, умная мысль от Оксаны Панковой из Нальчика Дизайн-конструктор Так, вот сюда приклею полосочку Плюс надпись красиво будет смотреться сбоку Просушила 30 секунд Так, ну и, опять же, осенняя тема Не отпускает мою голову Возьму опять Схожу в лес за грибами Так, мне нужно будет немножко Вот таких каких-нибудь Так, где моя салфеточка мокрая Так, вот таких вот грибочков Чёрно-беленького цвета Так, я сейчас У меня тут телефон на беззвучке Но все равно сообщение приходит Так, значит, небольших парочку грибочков На задний план Мне бы какой-нибудь чёрно-беленький Вот, например, вот такого плана Видно, чёрно-белых парочку грибочков Ну и цветных, конечно, возьмём Так, сделаем акцент Наверное, вот на этих розовых поганках Девушки приклеили гриб Надпись с названием, допустим, конкретно Мухомор И она такая счастливая Побрела себе на работу И кто она есть Всё написано у неё на ногтях Это так Отступление отправил Тут девчонки со мной рядом сидят, смеются Надо же как-то развлекать, да Как бы публику во время того Как ты нервничаешь Ужасно Наверное, сейчас ещё и резкость, да Так можно прям зрение потерять В экране мелькает Я представляю, девчат Но это всё потому, что нервы И не знаешь, как лучше подстроиться под камеру Всё, грибочков накидали Так Итак, собираем Прямо вот берём и собираем в кучу Да, так вот это уберу Чтобы резкость, да У нас только была на Конкретно на нашей типсе Так, например Полосочка, да У нас вот тут вот с вами будет Вот так Отвлечём внимание Я очень ровно приклепила Не знаю, с какой стороны посмотреть С какой не посмотрю Со всех сторон криво Ничего страшного Знаете, вот если на клиенте Так получилось криво приклеить Скажите, господи Так криво У меня ещё ни на ком не получалось Это так красиво Так Теперь Надпись какую-нибудь Осеннюю И нам нужно, кстати Развернуть так Чтобы веточка куда-то вниз была Чтобы сильно в глаза не бросалась Предлагаю сделать вверх ногами Так Я ушла с экрана Потому что Типа с помощью пинцета пытаюсь Давайте вот сюда Вот так Осень Плюс веточка Да Вот такая красивая украшалка Так Всё приклеили И теперь Так как мы будем с вами сейчас Собирать грибы в кучу Да На наш розовенький фон Вот эти розовые шляпки Значит Что это у нас Да Наводная Как бы Плёночка Да Которая размачивается в воде На бумажной основе Значит Это слайдеры И поэтому мы работаем Со слайдер топом Если слайдер топа Нет Ничего страшного Можно просто Мазнуть базой Чтобы Появился липкий слой На который вы прикрепите Отдельные Вот такие вот Слайдеры И так Ну во-первых И шермикончики Закрепятся на поверхности И выровняется поверхность Только всегда Помните о том Что когда вы Дополнительный Значит Вот эти вот Промежуточные этапы Скажем так Промежуточные этапы Промежуточным топом Добавляете в работу Просто делайте всегда Это очень тоненько Тоненько-тоненько Да Чтобы лишнюю толщину Как бы особо не добавлять Только чтобы появилась липкость Так Ну и мы с вами Сначала прикрепим На задний план Вот черно-белые Вот эти грибочки Чтоб они у нас Так Чисто прошли Там Где-то там 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 Давайте например Вот сюда Наверх Вот так Давайте еще один Я маленький еще вырезала Сейчас я его выловлю Это знаете Маленький Масленочек Вот Вкусно кушать Грибочки Маслята Например Но когда их собираешь Мелкие Они такие хорошенькие Но их так Нудно чистить Я раньше жила в Белоруссии Мы с родителями Ходили за маслятами Это конечно Так классно Все это дело Интересно Но чистить их Это беда Так Ну и все Теперь не обращаем Внимание на то Что у меня там На заднем плане Черно-белая тема Видите На передний план Прикрепляю уже Цветные Давайте вот так В эту сторону Ну вы же понимаете Да Что мы обычно делаем Дизайны такие Чтобы все лучшее И сразу Как говорится Дорого Богато И так далее Прикрепили слайдеры Просушили Просушили И обязательно Перед покрытием Помните Что слайдеры Это пленочка И у пленочки Нет липкого слоя И для того Чтобы было Хорошее сцепление С топом Чтобы они потом Не облезли Не слезли И так далее Нужно перекрыть Ультрабондом Или праймером Как хотите Обзовите Просто то Что работает Как двойной скотч Аккуратненько Наносим Ультрабонд На поверхность Слайдеров Высыхает На воздухе Конечно же Ультрабонд Или праймер И после этого Вы закрываете Топом Хотите Глянцем Хотите Матом Это не обязательно Я делала Когда готовилась К прямому эфиру Делала варианты Видите тоже Вот эти грибочки Вот тут где-то Козявку еще посадила Да Какого-то жучка Маленького посадила Можно Знаете Прикольно Там муравья Какого-нибудь Так Ну и Естественно Закрываем Топом Закрываем Топом Просушиваем Минуту А лучше две И дизайн готов Ну На самом деле Как бы Конечно же Временное пространство У нас небольшое Хочется Знаете Как бы Всю аудиторию Приходите к нам В школу В Ростов-на-Дону На втором этаже Есть Очень интересный класс В котором Как бы Проходит обучение Но Такие же классы Конечно же Есть Может чуть меньше Где-то Может чуть больше По стране Вот Приходите в классы Конечно Онлайн Это все Конечно Хорошо Но в личной беседе В личном общении Мне кажется Как-то Больше продуктивно Получается Работа Так Итак Значит В прошлый раз У нас с вами Кто присутствовал Мы делали дизайны И Для фона Использовали Гель-лаки Которые Относились Капсуле Номер Два Видите Капсула Номер два Симбиоз Вот такие Мы брали Покрытие Цвета А сегодня Мы сделали Для фона Взяли капсулу Номер один Еще раз повторюсь Продается сейчас Со скидкой Хорошей Вот Инициация Да То есть Получается Вот такой Серенький Розовый И мы Может быть Скриншот Кто-то сделает Кто в прошлый раз Не был на мастер-классе На нашем Так Это вот Вариант Из прошлого Мастер-класса А это Варианты Уже Сегодняшнего Мастер-класса И нам нужно Сюда добавить Вот еще Грибочков Попыталась И шермикончики Брать новые Попыталась И как бы На грибах Остановиться Потому что Вы знаете Я сама Просто реально Опишила Думаю Господи Что же с ними Можно сделать А оказывается Видите Они так миленько Смотрятся И одни И вторые Так Не нервничайте Все хорошо Все просто Отлично Спасибо вам Вообще Круто Объясняйте Спасибо вам большое Девчат За ваши Отзывы Наталья Вас с удовольствием Хорошая идет Ага Энергетика Хорошая идет Слава Богу Вы знаете Я каждый раз Когда Выхожу в прямой эфир По четвергам В два часа Я каждый раз Думаю Господи Час позора Неделя спокойной жизни Час позора Неделя спокойной жизни Вот И давайте Я вам Просто сейчас Попробую Открепить Я не любитель Как бы Выступать лицом Потому что Очень сильно Как бы Волнение зашкаливает А я сейчас Вот так вот Аккуратненько Подниму Вот этот На мой бардачок Значит Ваше Внимание Тут вот Одни типсы Вторые типсы Так И вот смотрите У нас тут вот В классе Очень много Всяких разных Вариантов Дизайна Собрано Девчонкам Рассказываю О том Сейчас вот Возьму планшетку Пока Это я Несуразно Немножко Держу Сейчас Очень много Всегда Показываю Вариантов Дизайна В которых Совершенно Не нужно Ничего Рисовать Вот Например Проводим Курсы Семинары Знаете Как бы С названием Дизайны За 5 минут Дизайны Со скоростью Феррари Там И так далее Дизайны В которых Не нужно Рисовать Для опоздавших Клиентов И так далее Кстати Вот с грибочками Еще Вот такие Варианты Тоже Подсмотренные В городе Нальчик У Оксаны Панковой Классно Ну Такая Знаете Нежнятинка С лисичками С грибочками Вот видите Тоже Как вариант Может быть Кто-то Скриншот Себе сделает Это Вот Варианты Дизайна С цветочками Которые Были Чуть Раньше Это Например Вот С фольгой Варианты Тоже Видите Получается Как бы Очень много Всяких Вариантов Надо Может Как-то Будет Сделать Дизайн И мастер Класс И напомнить О том Что есть Матовая Фольга И Очень Интересные Фоны Можно делать Именно Из матовой Фольги Видите Вот такие Варианты Это Вот были С мультяшками Всякие Разные У нас Дизайны Осенняя Тоже Тема Прошлогодняя Правда Тут Собрала Все В куче Видите Разные Разные Варианты Так Это Как бы Вот такой У нас Кусочек Класс Это Пока Вот еще Минуточка У нас Есть Везде Стоят Дизайны Это У нас Такой Класс Творчества Здесь Проходят Курсы И Если Вдруг Кто-то Нас Смотрит Из Ростова На Дону Приходите Мы Будем Только Рады Огромное Вам И Заставляйте Нас Быть Более Интересными Для Вас Всего Хорошего До Свидания